И к нам из театра Ленком присоединяется народный артист России Виктор Раков. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. На дворе 21 век, а еще немало поселков в России, да и в других постсоветских странах, где до сих пор нет даже света. В то же время обитатели мегаполисов не представляют своей жизни без многих благ цивилизации. Без телефонов, планшетов, телевизоров, компьютеров. А вы можете обойтись без всего этого? Вы знаете, я забывал телефон как-то дома, чувствовал себя очень некомфортно. Но если вспомнить конец, скажем, 90-х годов, когда еще не так массово были телефоны мобильные, тем более не было планшетов, компьютеры были не у всех. Ничего, люди жили и были более свободны, мне кажется. Потому что сейчас зайдешь, скажем, в вагон метро или в комнату переодевания в театре, все уткнувшись вот в эти гаджеты существуют. Это не очень хорошо, мы теряем непосредственное общение. А насчет электричества это плохо. Потому что электричество должно быть и даже в дальних поселках. Можно подумать, может быть, об альтернативных источниках питания, солнечных батареях, мобильных электростанциях. Существует такая вещь, которая называется тепловой насос. Может быть, его закопать. Так что стоит подумать. Но печка, я думаю, и дрова не спасут. Как вы думаете, жизнь без электроники и электроприборов была бы лучше? Может быть, больше времени было для общения с близкими? Думаю, что да. Нет, ну с близкими и так общение есть. Я откладываю все в сторону и общаюсь с близкими. А мне кажется, люди были бы ближе друг к другу и не так разобщены. Не только в социальном плане, но и просто в нормальном человеческом общении. Десять лет назад в Москве произошел блэкаут. Из-за аварии в Чагино половина столицы была обесточена. Даже стало метро. Вы помните этот день? И как отключение света тогда изменило вашу жизнь? И, может быть, повлияло на работу театра? Если честно, я этот день не помню. И никак это мою жизнь не изменило. Как вы считаете, жители больших городов на случай аварии должны уметь выжить? Ну, например, нужно ли мужчинам в мегаполисе уметь колоть дрова, топить буржуйки? А женщинам готовить на открытом огне? Ну, на открытом огне готовить умеют все, потому что у всех, у многих в мегаполисах существуют пригородные хозяйства. И там всегда люди выезжают на шашлыки. Также умеют разводить огонь. Но только надо делать это не в квартире. И с советских времен я помню, что у нас, во всяком случае, в доме были свечи и были спички. И это не может длиться долго, там, день, пока квартира не остынет, допустим, зимой, да? Стоит подумать, может быть, о свечах и спичках. Весной российские зрители увидели вас в роли бандита в фильме «Однажды в Ростове». Члены банды были очень креативны и легко адаптировались к трудностям. А вы считаете себя изобретательным человеком? Ну, в некотором смысле, как все. Я, правда, не проходил школу выживания, но надеюсь, что интуиция подскажет. Спасибо. А с нами был народный артист России Виктор Раков. Спасибо вам.